Дорогие друзья, всех приветствую! Сегодня мы снова путешествуем по лесам Нижегородской области и мы посетим старый заброшенный пионерский лагерь. Этот лагерь прекратил свое существование в 2009 году. Именно в этом году была последняя его смена. И сегодня мы погуляем по его территории и буду очень рад, если вы составите нам компанию. Сегодня мы прогуляемся по пионерскому лагерю, который когда-то назывался Восход. У нас появилась такая эксклюзивная, так скажем, возможность посмотреть на этот лагерь и показать его зрителям, тем, кто когда-то, возможно, здесь отдыхал и тем, кто интересуется мясами нашего советского прошлого. Ну вот, смотрите, я иду по тропиночке. Вот здесь мы видим детские качельки. Вот такие вот детские качели. Все в очень хорошем состоянии, благодаря тому, что этот лагерь охраняется. Он не разграблен и не разрушен, не раздестроен. Вот такие вот здесь качельки, немало их. И вот впереди мы видим несколько корпусов. Вот один вот кирпичный и остальные деревянные. Ну, сейчас мы вернемся на аллейку и прогуляемся по ней. Большой деревянный корпус. Ну, безусловно, он закрыт и внутрь заходить мы не будем. По крайней мере, посмотрим, что снаружи. Смотрите, какая верандочка здесь. Когда-то здесь детишки сидели, играли. Вот. И по левую сторону от нас. Вот, скорее всего, это была игровая комната. Вот такая нарядная. Хоть нам преграждает дерево. Но сейчас я через него перешагну и сюда подойду. Да, безусловно, здесь все закрыто. Сейчас я поднесу камеру к стеклу. И, возможно, что-то будет видно. Хотя очень сильно отсвечивает. Вот здесь, скорее всего, был небольшой информационный стенд. Да, совершенно верно. Вот как раз старая вывеска. Смотрите. Уже трудно разобрать, что на ней написано. И мы идем дальше. Смотрите, какая ель здесь высоченная растет. Прямо около корпуса. Заборчик, который упал. Старый советский заборчик. Это корпус номер два был. Вот, судя по надписи. Здесь до сих пор сохранился план эвакуации. План эвакуации на случай пожара. Мероприятие. Вот такая вот. Здесь вывеска. Ступеньки сгнили. Но я не провалился. Повезло. И мы идем дальше. Вот были фонари освещения когда-то. Очень давно. Справа от нас тоже корпус полу-кирпичный, полу-деревянный. Здесь опять же стенд был информационный. Сейчас посмотрим с той стороны что-нибудь написано. Нет. Нет. Лицевая часть была эта. И впереди я вижу здание. Скорее всего это была столовая. Да, природа здесь просто шикарная. Когда-то ребятишкам было здесь очень хорошо. по левую сторону еще один корпус аналогичный который мы сейчас видели. И мы пройдем по аллее в сторону как я думаю столовой. по всем внешним признакам это была столовая. Большое кирпичное здание. Она тоже конечно закрыта на консервацию. По крайней мере мы к ней подойдем и посмотрим вот это был в нее главный вход. Заложен, закрыт. смотрите такие панорамные стекла. Да, это точно была столовая. Не знаю будет что-нибудь видно. Сейчас я камеру поднесу опять же. Вот это была столовая. Очень большой зал. Внутри его я смотрю абсолютно пусто, но только вот разве что возле стен стоят стулья. Вот здесь вот окошко разбито и я смогу поднести уже камеру туда вовнутрь. Вот такая вот столовая нарядная. Огромный зал. когда-то здесь кушали детишки в этом зале. Даже вот смотрите остались лампы на потолке. Это все осталось. Потолок такой нарядный. Надеюсь это все видно. лампы ну и еще раз сейчас отойду покажу какое было здание и в общем-то не то что было оно есть вот рядом с ним скамеечки стоят здесь когда-то были пионеры отдыхали вот и второй вход в это монументальное здание вот он второй вход смотрите огромная столовая в очень хорошем состоянии на вечной консервации она закрыта и сейчас мы идем пройдем еще немножко по территории судя по всему сейчас эта территория стала частной она охраняется и долго нам погулять здесь не удастся я постараюсь показать только самое-самое интересное ну и то что куда смогу дойти да вот вот впереди тоже виднеется здание сейчас я подойду к ним поближе территория немаленькая и по всей территории погулять явно не получится поэтому пройдемся только по ее части сейчас мы увидим что находилось в этом здании это были душевые вот душевая душевая для мальчиков и душевая для девочек вот такие душевые вот здесь вот были умывальники вот смотрите свет тут был все кранов уже конечно смесителей нету остались только умывальники и вот смотрите если видно то чуть дальше по территории уже находится какое-то современное здание возможно жилое или коттедж чей-то не знаю что это такое ну похоже что не коттедж а типа современные уже турбазы что-то очень крутое и дорогое и туда мы уже естественно в ту сторону не пойдем поскольку там явно есть люди нам это в общем-то уже ни к чему встречаться с этими людьми смотрите какая нарядная стена здесь у этого здания и вот еще один вот такой вот одноэтажный корпус ну скорее всего я думаю что в этом корпусе жил персонал я видел подобные аналогичные корпуса вот такой вот смотрите корпус так что у нас впереди вот еще один из корпусов ага там уже забор то есть в принципе здесь территория я смотрю кончается здесь территория кончается мы еще немножко пройдем вот такие одноэтажные кирпичные здесь корпуса смотрите и дорога дорога куда-то она ведет но мы туда уже сейчас не пойдем вот здесь вот деревянный корпус не знаю скорее всего он тоже относится еще к этому лагерю возможно уже к той турбазе это скорее всего все еще к лагерю смотрите очень красивый деревянный корпус покажу его только издалека и мы будем возвращаться надеюсь у нас и так получится довольно-таки интересная вывозка в этот лагерь попасть сюда не так-то просто да точно там находится уже современная турбаза и мы сейчас будем потихоньку возвращаться и уже по пути может быть посмотрим что-нибудь еще интересное ну вот здесь вот мы видим беседку не знаю возможно к ней подойти или нет сейчас посмотрим здесь скорее всего это здание котельной с пожарным инвентарем и вот такая вот действительно беседочка осталась вход в нее зарос но смотрите какая беседочка когда-то ребятишки здесь сидели обсуждали свои дела так и сейчас мы точно узнаем что находилось в этом здании поскольку я вижу там какая-то табличка на двери висит сейчас мы туда подойдем это была прачечная вот смотрите прачечная здесь находилась вот впереди нас какое-то монументальное здание кирпичное вот оно может быть это был клуб сейчас мы посмотрим сейчас мы посмотрим что могло здесь находиться да смотрите какая красота безусловно слышите здесь было столовая значит клуб возможно был там значит то здание было клубом а это столовая видите как получилось когда не знаешь вот вот столовая вот столовая надпись столовая и здесь же время приема пищи вот табличка сохранилась с тех пор вот она смотрите артефакт с тех времен когда лагерь еще работал дверь конечно закрыта столовая сейчас поднесу туда камеру ну здесь вот я вижу стулья идеальный порядок огромный зал да действительно значит то здание это было не столовая а был огромный клуб да лагерь был серьезный когда в лагере такие объекты недвижимости большие как эти столовые клуб да то явно лагерь был большой и серьезный вот еще раз показал вот скамеечки кругом и сейчас мы потихонечку будем двигаться в обратную сторону да к сожалению внутрь нам никуда зайти не удастся но по крайней мере мы погуляем по этой хотя бы немножко еще погуляем по этой территории этого лагеря да вон он клуб по левой стороне от нас я только что здесь здесь был вот кругом информационные стенды были здесь и по-моему вдалеке еще одна пионерская комната сейчас я пройду мимо этого корпуса и мы посмотрим здесь заборчик опять упал смотрите какой корпус большой достойный в очень хорошем сохране в очень хорошем сохране смотрите какие здесь деревья растут красота сосны и елки красота вот и мы идем в сторону вот еще одной как я понимаю пионерской комнаты и уже будем двигаться на выход вот такая пионерская комната здесь когда-то висел пожарный инвентарь нет его давно уже ну и вот такой крылечка вот опять смотрите сколько здесь осталось спортивных здесь дети гуляли когда-то ракета совсем маленьких детишек вот они вдвоем здесь сидели считали что они в ракете и все будущее и хорошее у них впереди что-то сейчас с ними стало как знать и вот еще одни качель смотрите сколько здесь качелей вот качельки я даже уверен что они до сих пор не скрипят качаются и не скрипят каждый раз когда я вижу такие качели мне так хочется к ним подойти и потрогать а также на них покататься вспомнить свое детство спортивные снаряды надеюсь кто здесь отдыхал вспомнит посмотрит это видео и вспомнит свое детство проведенное здесь в этом старом большом советском лагере ягоды растут талии полной маленько ну и вот еще один артефакт из далекого нашего прошлого еще раз оглянемся назад посмотрим какое это было замечательное детство замечательное место спасибо на том что нам сегодня удалось здесь побывать погулять и мне снять это видео для вас ну а теперь мы будем потихоньку уходить с территории надеюсь что вам понравилось это видео спасибо всем кто смотрел это видео надеюсь оно вам понравилось до новых встреч всего самого доброго до новых встреч ну и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...